Это такая достаточно старая история, мы из поколения в поколение в сборных уже и передаем, уже, наверное, шестой год. И это случилось на базе в Раменском, мы с командой 2001-2002 года рождения. У нас была такая традиция, мы все время смотрели фильмы, и все фильмы были спортивные. После просмотра фильма выписывали для себя какие-то важные цитаты, и какой-то смысл из фильма пытались все время донести. И девочки сами потом, выступая перед командой, раскрывали такой смысл. И был такой интересный момент, девочкам запомнилась фраза как раз в одном из фильмов про спорт, про танцы, короли танцпола. У них тренер говорил, что мы должны быть в себя первыми, второе место – отстой. И потом всегда, когда они где-то оказывались, тренер задавал вопрос, что мы думаем о втором месте, и они все время кричали – отстой! Кэп твое! Второе место! Отстой! Второе место! Отстой! В юности мы ищем, привыкли ориентироваться на ближайшее окружение, ищем для себя авторитеты. И вот Валентин Владимирович Гава – это тот человек, которому был в этом списке, у меня лично. Это же как важно, чтобы тебе повезло с окружением. И тогда как раз-таки я попала в сборную, второй, первый год, когда у нас только все зарождалось. И вот мы смотрели фильмы разные, писали по ним сочинения в тетрадках, потом сдавали, он это проверял все. И тогда вот мы посмотрели фильм, там была эта фраза – второе место – отстой. И, получается, я с Валентином Владимировичем пошла и Ю-17, и Ю-19. Он нас учил как футболу, так и каким-то жизненным моментом, начиная с мелочей. И вот она такая осталась, простая, но, с другой стороны, такая сильная фраза для нас была. Девочкам понравилось это, и они как-то, раз это в тренировке применили, я так подумал, что почему бы и нет, все кричат какие-то банальности, один за всех и все за одного, а здесь есть смысл, прямой смысл, что мы все время хотим быть первыми, мы каждый день должны работать, чтобы быть на вершине, потому что запомнят только первых, а остальные номера, к сожалению, уже не важны. Когда мы проигрываем, мы все равно кричим в эту кричалку, потому что смысл не просто крикнуть, потому что мы выиграли, а смысл в том, чтобы мы все время стремились к совершенствованию, все время были первыми. И когда мы проигрываем, мы должны, наверное, ощущать это чувство, что сегодня мы отстой, но это не приговор. Второе место! Отстой! Второе место! Отстой! Второе место! Отстой! И так, наверное, в спорте всегда, дисциплина бьет класс, и вот фильм, наверное, про это, про то, что не нужно быть кучкой, наверное, хороших танцоров, нужно быть хорошей командой танцоров. И вот этот важный момент, который, наверное, мы хотели вынести из этого фильма, а цитата, она просто к нам прилипла и стала нашим лозунгом на года. И да, мы все время теперь кричим второе место. Отстой!